Владимир Юматов родился 19 мая 1951 года в Москве. В актерской семье родители Сергей Никифорович Юматов и Татьяна Владимировна Шравлина вместе окончили оперно-драматическую студию под руководством К.С. Станиславского при Большом театре в Москве. В детстве Володя увлекается музыкой и театром. До восьмого класса учился в Московской военно-музыкальной школе. В течение пяти лет в составе РУТ и юных барабанщиков открывал парады на Красной площади. После окончания Московской средней школы номер 820 пытался поступить в ГИТИС на курс Андрея Гончарова, но не прошел в третьем туре. После службы в рядах Советской армии поступил на учебу на философский факультет МГУ. Из аспирантуры ушел в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Куда через от двух до трех года после этого распределилась на работу выпускница факультета психологии МГУ. Ирина Булыгина, его будущая жена, в Академии получила ученую степень. Кандидат философских наук. Кандидатскую диссертацию защищал по прикладной социологии. Тема диссертации была связана с влиянием неформальной сферы межличностного общения на формирование человека и его социальное поведение. После окончания Академии работал заместителем главного редактора главной редакции писем и социологических исследований Гостелерадио СССР. Офис, который находился на Севцевом в Рашке в Москве, ушел из редакции, когда его решили назначить главным редактором. Актерскую карьеру начал в студенческом театре МГУ под руководством Романа Виктюка, куда пришел после пятого курса МГУ и проработал там семь лет. В 1984 году режиссер Марк Розовский пригласил Юматова в Московский государственный театр «Уникитских ворот», где актер служит по настоящее время. В 2002 году Владимиру Юматову присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2014 году «Народный артист Российской Федерации». С 2016 года Владимир Юматов по приглашению режиссера Марка Захарова совмещает работу в театре «Уникитских ворот» с работой в Московском государственном театре «Ленком», где занят в спектакле «День опричника» по произведениям Владимира Сорокина «Теллурия» и «День опричника», премьера которого запланирована на 3 декабря 2016 года.